3, 2, 1, мотор, камера, работаем. А, уже в эфире. Доброго дня, любят друзья. 9 травня, май. Ну и очень приятная встреча. Вот я на Вишенском озере прогуливаюсь и вы посмотрите, пану президенту. Ну, а який красавец. Здравствуйте, Владимир. Желаю, значит, приветствовать Андрея Орехова, а также поздравить его отца, своего друга Анатолия Орехова, значит, майора. Пожелать ему в такой праздничный день многие благие лета, успехов и столько усмешок, значит, или улыбок на российском языке, как раньше у нас было. Наши были завсегда, мы молчишники были, гуляли, играли, шутили. И в дальнейшем есть желание у меня, у моих друзей и нашего коллектива подальше продолжить такие общения. И желаем мы и от своего коллектива, от своих друзей, друзей Анатолия Орехова, ему дальнейшего выздоровления и прийти в нормальную форму. Он еще обещал бежать 60 метров на Европе. Это очень важно. У нас каждый день прогулки, мы занимаемся, все, режим питания, соблюдаем. Владимир, да, Владимир, бульдозер с нами, так, приветствуем все, конечно, витаем. Ну и сегодня 9 мая. Сегодня 9 мая, 20-22. Так? Да. Это очень, это очень важно. Это очень важная дата. У меня, моего отца, родной брат погиб в 41 году в Литве и так далее в возрасте 12 лет. Так что где кто что-то говорит, что это уже так, не так, это не важно. А я считаю, что очень важно, потому что это история. Без истории никуда не деваться. Историю нужно помнить и сохранять. Ну и также пал смертью храбрых мой дед, также Алексей Иванович. Также в 45-м уже после официальной победы в Чехословакии, село Квитинов. Чехия, Словакия, село Квитинов. Также вечная память, конечно. Вот смотрите, к нам даже тянутся голуби мира. И в нашей стране в ближайшее время тоже, я надеюсь, я уверен, что будет мир. И мы победим, не взирая на вот эти расистские желания, никому не нужные и так далее. Ну, это все временно, это надо пережить. Это, наверное, Божье испытание, которым Бог каждому человеку в свое время дает испытать. Я в свое время испытывал и испытываю периодически. Да, вот такое вот. Так что испытание надо все проходить. Не должно в жизни, не может быть все гладко очень. Должны быть полосы белые и черные. Поэтому такая жизнь, на то оно и есть жизнь. Благодарю вас, Володя. Вы так красиво выглядите. Секрет вашей молодости, секрет. Есть такой? Да, молодые девушки, много юмора и спорт. Молодые девушки у вас? Поделитесь. На сегодняшний день люблю играть все виды практически спорта. В последнее время предпочтение больше хоккею, лыжам, велосипеду. А так лучше все. И теннис, и шахматы и так далее. И молодые девушки. Молодые желательно делать ротацию. Ротация это армейский термин, но ротация и это термин агрономический. Да, если делаешь, хотя там немножко измененный, это термин более называется всеоборот. Поэтому периодически нужно менять посев культур. Также в армии надо делать ротацию, чтобы не было... Ну а питание? И питание, естественно, питание. Сало, мясо или? Сало, мясо я не кушаю. Рыба, сало и побольше там творог, витаминов таких вот более натуральных, которые выращиваются на даче у моих знакомых и так далее. Вот и движение, движение вот этих, ну не 5000 кроков, но приблизительно обойти с Вишенского озера через Корею, пикничаны вернутся в парк позаниматься. Да, и все. Тогда можно ехать домой. Так, ну я знаю, вы любитель моря, Сергеевки, Одесская область. Также вы бывали курортное, знаете Мальту. Да, так, так, без моря это... Ваш прогноз, как на это лето, на этот сезон, что с ним? Ну как, я попросил в Сергеевке, там, я звонил, у меня есть товарищ, которому под 80 то же самое. Он говорит, что заминировали в Сергеевке мост через Лиман. Мост? Да, а я говорю, что так как я там ловлю и ловлю неплохо, там хорошо клюет бычок, я попросил, чтобы 2 на 2 мне метра разминировали, чтобы я мог нормально сесть и половить бычка. Потому что я всю жизнь из Артека, с детства, практически каждый год бываю на море. Я надеюсь, я больше чем надеюсь, уверен, что будет все нормально. И в сторону, как минимум, Одесской области. Я съезжу и мои знакомые тоже поедут и поплавают, половят мидии, рапанов, бычков. Значит, будет ваш прогноз. Все будет Украина. Слава Украине! Так, и еще YouTube Орешкова смотрите канал, страничку. Передайте привет подписчикам, зрителям. Да. Вам нравится? Очень важно, что вот Андрей Орехов, он вот это все публикует, все моменты жизни. Он смотрит только акцентовано в одном направлении. Он фотографирует, когда растения... Жучки сегодня были у нас, заправки даже. Различные насекомые и так далее, и так далее. Он мало акцентирует, правда, на малых женщинах. Это его недостаток. Чего, чего? Я думаю, будет работать в этом. Так где их нынче взять-то? В этом плане он будет работать, и я вот ему подскажу. Да, вы помогите, да, вы подстрахуйте в этом моменте. Да, но это, что касается жертвов, гумора и таких еще. Без этого нельзя, я без этого не могу. Я стараюсь это использовать круглосуточно. Поэтому вот в любой ситуации вчера было превышение напряжения в сети в нашем доме. У людей все горело. У меня тоже взорвался телевизор. Прямо взорвался так красиво, как ядерный взрыв. Я не падаю духом, я себе принесу другой телевизор, и будет все супер-пупер. Да, вот такие дела. Можно глянуть рыбку вот там? Какая у вас? Можно посмотреть? В рыбе есть? Да, можно посмотреть. Нет, наверное, нельзя. Благодарим вас, Володя, за обширное интервью. Да. Очень рады вас видеть. Приходите завтра, завтра буду каждый день давать интервью. Да, здесь, в этом же месте. Так, кроме денежных единиц. Хорошо, счастливо. Всех благ. Будьте здоровы. Привет. Привет, папе. Орешка с вами. Да. Привет, папе. Ну, я, конечно, хотел вместе с Володей. Да, да. Тот самый Володя из... Да, да. Да, да. Тот самый Сергеевский. Да. Сергеевский, где любит отдыхать и ловить рыбу. Совершенно право. Бычков. Бычков, крупных и мелких. Карань, бычки. Да, хорошо. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.